Привет всем криптОнутам и криптонавтам! Мы на канале Мы поговорим, о чём же ещё нам здесь говорить с вами? Не про криптошифрование же, хотя на котором, кстати, всё это и лихо замешано, все наши с вами криптовалюты. Но мы здесь больше не про технологию говорим, а про спекуляции, про курсы этих самых валют и пытаемся на этом заработать с вами. Хотя, как говорил один мой товарищ, который увлекался древними языками, он говорил, что пытать себя не надо, надо стараться. Так что мы стараемся с вами заработать. И давайте постараемся проанализировать рынок, потому что ситуация очень двоякая сейчас. Я прошерстил кучу видосов Ютуба, даже англоязычного Ютуба. Очень многие переобулись в медведей, в том числе из-за ФРС кинок этих приколов, то, что они там собираются останавливать инфляцию с помощью рецессии, и все переживают, что это тоже утащит за собой биток, и что это двойная вершина, и привет, медвед, как говорится, медвежий дивер, все дела. Да, и что мы будем падать, короче. Для новичков, кстати, кто не понимает мой сленг, ребята, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментарии, что именно вы не понимаете, потому что у нас тут бывают и разборы для чайников тоже. Вот, например, сегодня у нас будет стрим особенностей торговли на Bybit. Если вы торгуете на Bybit или хотите перейти на эту биржу замечательную, то обязательно заходите на стрим, будет интересно сегодня вечером. Вот, ссылка на биржу есть в описании, естественно, как и других, много очень крутых, куча полезных ссылок. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что действительно крипта – это высокоспекулятивный рынок, и он может тоже дампануть на фоне непонятной ситуации в мире. Сейчас мы об этом поговорим. Я не хочу переобуваться в медведя, я хочу постараться быть максимально объективным сегодня и дать вам всю информацию. Начнем с бычьих сетапов. Смотрите, самый редкий сигнал на покупку в истории биткоина – dormancy flow indicator, бездействующий поток, случался всего 6 раз за всю историю. Посмотрите, это была идеальнейшая отработка. Как здесь, так и здесь, так и здесь, так и здесь в коронадамп, так и здесь на 30 тысячах и вот сейчас. То есть этот индекс, не будем вдаваться в подробности, что он значит, как высчитывается, можете погуглить, но он, когда опускается в зеленую зону покупки, это 100% бай, как вы можете видеть. Это абсолютно сходится с моим представлением о рынке, с тем, что мы еще не до конца выросли, с тем, что мы сейчас в сравнении с другими циклами где-то, где-то вот здесь, например, в сравнении с прошлым циклом или где-то вот здесь в сравнении с позапрошлым циклом. То есть, грубо говоря, мы консолидируемся на важном уровне сопротивления и еще не дали финальный импульс. То есть я не говорю, как бы, дисклеймер, ребята, всегда я вам говорю не финансовый совет, потому что это просто мое мнение, это то, как я делаю, и в моем случае это работает, но это может и не отработать, поэтому, сами понимаете, я верю во что? Что это консолидация на очень важном уровне, и мы увидим еще финальный заброс наверх, но потом такую же финальную шпильку вниз. И эта шпилька вниз приведет нас как раз туда же, где мы сейчас плюс-минус, и это будет дно следующего медвежьего рынка. Потому что, посмотрите, прошлое сопротивление здесь, мы на него возвращаемся, как дно медвежьего рынка. Прошлое сопротивление в середине цикла здесь, мы на него возвращаемся, как на дно медвежьего рынка. То есть это на самом деле работает. Первое сильное сопротивление в бычьей фазе становится в итоге поддержкой. И у меня об этом есть видео подробное, называется «Цикл биткоина», сейчас оно появится сверху, обязательно посмотрите. Вот, поэтому я жду примерно вот такого сценария по битку, но, естественно, он может разломаться. Он может разломаться, если все рынки сейчас посыпятся в тартарары, например, то нас могут ждать вот такие вот свечи, как по коронадампу, кто помнит, а это на минуточку было падение с 10 тысяч почти на 3, на 60% по биткоину. По альтам там по многим и на 80, и на 90 мы сможем улететь. То есть я сейчас не хочу быть медведем или быком, я просто сравниваю все варианты. Так-то мы видим на макро-таймфрейме с вами, что биткоин у нас находится в восходящем движении, в восходящем тренде. Разве что вот здесь у нас была немножко другая восходящая поддержка. Но если мы посмотрим в логарифме, то здесь все сразу выравнивается в логарифмических кривых. Кстати, кому нужен такой индикатор, он только для биткоина. На трейдинг-вю он бесплатный, называется «Bitcoin Log Growth Curves». И про индикаторы тоже у нас есть обзор с пифагором, очень подробный, полезный, обязательно посмотрите. Этот Log Growth Curves показывает нам, что мы с вами на самом деле еще не дошли до потенциальной зоны распродаж. То есть до пика. Смотрите, у нас было накопление вот здесь, накопление вот здесь, распродажа вот здесь, накопление вот здесь. Правда, такое корявое, да, с выносами туда-сюда. И мы растем сейчас тоже коряво, но растем, по идее, к распродажам вот здесь, что будет соответствовать удлиняющимся, но плюс-минус четырехлетним циклам с халвингами биткоина. Вот, то есть циклично все нормально, за исключением того, что растем мы очень как-то медленнее, даже чем вот здесь вот, когда мы падали. То есть, да, некоторые монеты падали. Даже эфир и некоторые альткоины вот здесь вот на прошлой бычке тоже падали на 70%, но биткоин падал всего на 40%, вот, двумя коррекциями на этом важном уровне. И потом быстро отбивался. Сейчас же биткоин как бы обрисовывает этот важный уровень потенциального дна медвежьего рынка, но уже под него дважды провалился. То есть, ему сейчас надо реально пробить его вот так и закрепиться выше, чтобы мы понимали, что модель Stock to Flow работает, и мы идем куда-то на 100 тысяч и даже выше. То есть, 100 тысяч – это будет по этой модели честная цена биткоина уже вот ближайшие там 2-3 года. Мы ее должны обогнать и потом вернуться к ней обратно и упасть ниже нее на медвежки. Опять же, отдаление от прогнозируемой цены по модели Stock to Flow сейчас на рекордно низких значениях. То есть, смотрите, мы всегда шли более-менее вровень. Когда мы перегоняли значение Stock to Flow, выходили в красное, после этого начинался медвежий рынок. Когда мы не догоняли ее, начинался бычий импульс. И вот сейчас мы очень сильно не догоняем прогнозируемую модель, то есть мы уже должны стоить больше сотки по плану B. Соответственно, как минимум очень сильный отскок может быть. В общем, я все еще топлю забычку, как вы понимаете, хотя трудно уже пиепец. Я уже сам сижу, думаю, так, стопе-стопе, надо хоть что-то сохранить. И по трезваку, если говорить, ребят, если у вас есть какие-то прибыли, неважно, даже с каких-то монет, которые вы покупали раньше, там с биткоина, с эфира, я не знаю, там с хайповых альткоинов, наверное, имеет смысл частично фиксить прибыль, если вы не хотите сидеть в медвежке потом несколько лет. Но еще раз говорю, задача манипуляторов всегда – бычьи рынки так не заканчиваются. Рынки – это что? Это пузырь. Любой бычий рынок – это тоже пузырь, надо понимать. И фондовый рынок, и все-все-все. И даже золото – это тоже пузырь, как ни крути. Хотя на самом деле доллар – это пузырь, сейчас мы об этом поговорим. Собственно, да, давайте об этом поговорим. Самая сумасшедшая тема – это, конечно, вот этот документ, который мне прислали. Я закреплю его потом в чатик. Это «Маржинальные долги». Майкл Бьюри, небезызвестный всем, наверное, по фильму «Биг Шорт», «Игра на понижение», где его играет Кристин Бэйл. Человек, который предсказал крах на рынке в связи с раздутым ипотечным пузырем 2008 года. И заработал кучу денег на шортах. Собственно, он сейчас уже шортит биток и шортит фондовые рынки. И не зря это делает, я вам хочу сказать. Хотя, с другой стороны, он в 2008-м рано набирал шорты. Кто смотрел фильм, видел там, и кто знает историю. Он весь год сидел в диких минусах, от него все отворачивались, партнеры говорили, мы выходим из сделки. Он докидывал на шорты, ну, аккуратный, с риск-менеджментом, естественно, там, в небольшом плече или без плечи, там, не знаю, может, во втором плече. Но в итоге заработал кучу денег. И опять же, смотрите, маржинальный долг сейчас на all-time high, даже по сравнению с пузырем доткомов и ипотечным кризисом. Просто на супер-мега all-time high. Вот, посмотрите, вот он, пузырь доткомов, вот ипотечный пузырь. Маржин депт у нас на all-time high. S&P на all-time high. Конечно же, ребята, это ничем хорошим не закончится. Это дураку, по-моему, понятно. И вопрос только в том, когда лить начнут? Прямо сейчас, как все боятся? Или же все-таки будет финальная фаза полного пиздеца, извиняюсь за слово, фаза, маза-фаза? Вот, поэтому смотрите, какой расклад-то. У нас с вами глобально два варианта. Понятно, что тут в логарифме все красиво. Но два варианта такие, что, ну, первый вариант – это тузы дно и вываливаемся из всех каналов и скам всего. Второй вариант, друзья мои, это мега-супер-мега-памп по всем рынкам. Может быть, даже с выходом за пределы тоже этого канала. И потом уже конкретный слив. Вы можете сказать, что стоп, стоп. Есть еще третий вариант гринч – это флэт и биткоин, который уходит в стратосферу и перестает быть волатильным и становится стейблкоином, плавно растущим. Тоже вариант. Но, опять же, шутки в сторону, ребят. Давайте так. Может быть, конечно, все, что угодно. Я лично вообще верю в четвертый вариант. Сейчас я вам его озвучу. Что скам, на самом деле, всего. Скам, собственно, долговых этих бумажек. Ведь в чем у нас долги-то? Не в битке же. Даже когда мы лонгуем биток, у нас долг не в битке, а в тезере. Потому что мы одолжим тезер. И когда лонгуют СМП, долг в долларах. И, конечно, они сейчас эти ФРСщики будут пробовать изымать и отжимать свои же доллары назад, чтобы, типа, кинуть всех. И, как говорится, чтобы у людей стало еще меньше долларов. Скинуть их всех на рынках, кто с плечом висит. Но, на самом деле, в долгу мы понимаем, что эта система обречена на крах. И нас ждет крах доллара. Крах доллара – крах фиатных этих кредитных гребанных денег. И, может, называйте меня криптомаксималистом, кем хотите. Но я думаю, что нас ждет в итоге крах фондового рынка. Крах доллара. Но памп отдельно взятых, ограниченных, ребята, дефицитных активов. Таких, как биток, таких, как золото. Я не знаю, там, платина, дэш. Короче, таких активов, в которых просто люди будут сохранять свою ценность. Ведь почему биток на самом деле растет? Он еще даже нифига не вырос. Если вы посмотрите на BLX какой-нибудь к манистоку, вы видите, что мы еще даже не переписали свой all-time high 2017 года, где биткоин стоил 19 тысяч, там, меньше 20. Денег напечатали уже столько, что, чтобы нам переписать только тот high, нам надо сейчас уже подняться тысяч на сколько, на 100 с чем-то. То есть вот наши две последние вершины, 64 и 69, они ниже, чем вот эта вершина, потому что денег напечатали еще уйму. И я верю вообще в такой вариант, друзья, что мы полетим просто на Луну, но не по всем щиткоинам, а только по биткоину и по нормальным монетам, редким, ограниченным, стабильным блокчейнам. Например, Dash. Я реально верю в Dash, друзья. Я не знаю, кто его сейчас хоронит. Вот тут, кстати, зеленая точка у нас образовалась на недель. Я думаю, что он очень сильно помпанет, потому что монета супер рабочая. У них на сайте обновилась дорожная карта, запуск mainnet Dashpay. Кучу мерчантов принимают по всему миру. Травала, Шмавала. Вот прямо на сайте у них смотрите, где потратить. Вот у них сколько уже всего их принимают, с ними сотрудничают, включая травалы.com, всякие магазины, подарочные карты, NordVPN и все остальное. То есть на самом деле развивается проект. Дорожную карту обновили на 2022 год. Обновленный roadmap, что вот он, старт, rollout, mainnet. Короче, запускают mainnet во втором квартале этого года, ребята. Это очень бычья новость для Dash. Да, вот еще по Dash. Один мой знакомый нарисовал свой теханализ. Я, не знаю, дико этому умиляюсь, проперся. И вот, да. Побольше творчества, ребята. Побольше позитива и искусства в эту нудную рутину, в которой мы с вами болтыхаемся. Так что, ребята, я лично настроен супер-мега-побычи на крипту и на редкие активы, дефицитные активы, которые будут сохранять ценность. Потому что, еще раз вам говорю, в сухом остатке это не биткоин, дорожает в цене, это доллар. Если вы развернете график и посмотрите, это доллар дешевеет в биткоине. С годами все больше и больше. Поэтому не финансовый совет, дисклеймер. Все решения принимайте сами, конечно же. Заходите сегодня на вечерний стрим по Байбиту. Все ссылочки в описании вы найдете на все биржи, телеграм-канал, наш чат, обменнички, полезные видосы и так далее. Надеюсь, что подбодрил вас немного и помог частично разобраться в том, что происходит. Локальная картина, кстати, судя по фандингу, большинство в шортах, потому что фандинг везде отрицательный и зеленый. То есть, лонгистам сейчас платят за то, что они находятся в позиции. Вот, как мы можем видеть, даже с моего аккаунта на Байбит приходят какие-то копейки фандинга. Альткоины тоже чувствуют себя более-менее уверенно. Мы видим желтые иксы на четырехчасовом сайфере, который сигналит нам о том, что это манипуляция с доминацией биткоина. И что отскоком тут, походу, и не пахнет, и она сейчас пойдет вниз в сторону альтсезона. Но это уже совсем другая история, ребят. Напишите в комментариях, что думаете вы. Будет альтсезон или не будет альтсезон? Я думаю, что будет альтсезон. И мы пойдем вот туда как раз выпиливать вот этот all-time low и еще ниже в этом сезоне удлиняющегося цикла. Но потом, господа, конечно же, нас ждет в какой-то момент сильные коррекции, сильные медвежьи рынки. Поэтому я еще раз вам говорю, я верю в такой сценарий. Резкая шпилька, где никто не успеет ничего понять, купить, продать. Поэтому надо уже быть на чеку, готовыми там разгружаться плавно. И ждать примерно тех же самых цен, где мы сейчас уже на дне медвежки через год или два. Вот, напишите, что думаете вы. Спасибо, что смотрели. Всем профитроли. С вами был Гринит, канал Криптокоммонс. Торгуйте аккуратно, ходите и забирайте прибыль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok